Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Нерви, и сегодня добро пожаловать на новое шоу, которое придумал не я, а спиздил его с черного канала, под названием Близз Вопрос. Итак, друзья, перед тем, как объяснить правила, давайте познакомиться с нашими участниками. Слева от меня находится Максим, и справа от меня находится Тайлер, он же Илья. Поприветствуем каждого из участников. Я тут наложу аплодисменты. Итак, объясняю каждому из вас правила игры. У нас всего 3 раунда, в каждом раунде по 10 вопросов. За каждый правильный ответ в первом раунде вы получаете 2 балла, а за каждый смешной ответ в первом раунде вы получаете 1 балл. В третьем раунде все то же самое, но во втором немного правила другие. И во втором раунде вы получаете 2 балла за смешной ответ и 4 балла за правильный ответ, так как там немного будет сложнее и смешнее. На первый вопрос отвечает человек слева, то есть в нашем случае сегодня это Максим. Первый вопрос, если он отвечает смешно либо правильно, он продолжает отвечать на следующий вопрос. Максим может ответить на 2 вопроса подряд. Если он отвечает на 2 вопроса подряд правильно, мы переходим к следующему участнику, в нашем сегодняшнем случае это Илюша. В общем, а если он отвечает неправильно, значит мы переходим сразу с первого же вопроса. Так как я уже сказал, кто сегодня начинает, начинает у нас Максим, поэтому, внимание, первый раунд называется цитаты. Я вам говорю цитату и автора этой цитаты, вы должны ее продолжить либо правильно, либо смешно. На все про все у вас дается примерно секунд 5 на раздумья, чтобы вы не успели загуглить. Отвечает первый Максим получается, поэтому поехали. Максим, ты готов? Да. Первый вопрос. Первый цитата. Любую депрессию надо встречать с улыбкой. Депрессия подумает, что вы... Конченый. Конченый. Ответ принимается. Вы получаете 1 балл в нашем шоу. Правильный ответ, если кому-то интересно был. Любую депрессию надо встречать с улыбкой. Депрессия подумает, что вы идиот, и сбежит. Если что, этот цитат... Конченый. Блядь. Если что, эту цитату сказал Роберт Де Ниро. Я думаю, его никто не знает, в принципе, как я. Учитывая то, что Максим ответил смешно, и он получил 1 балл, он на следующий вопрос тоже отвечает. Поэтому, внимание, вторая цитата. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, начните... Иметь бутерброд. Начините иметь бутерброд. С сыром. Хорошо. Начните иметь бутерброд с сыром. Еще один балл. Что смешного, я... Блин, интернет. Все, тихо. А правильная цитата, если кому-то интересно, была... Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, начните делать то, что никогда не делали. Написал, точнее сказал тут стату Ричард Бах. В принципе, я тоже его не знаю, поэтому продолжаем. Максим ответил на два вопроса подряд правильно, теперь мы переходим к Илье. Илья, к вам поступает третий вопрос, точнее цитата, от Джуди Гарленда. Я тут тоже думаю, что вы не знаете, кто это. Внимание, цитата. Всегда будьте первоклассной версией самих себя, вместо того, чтобы... Чтобы быть, извиняюсь. Чтобы быть? Можешь повторить? Нормально, чтобы я понял. Еще раз, еще раз. Всегда будьте первоклассной версией самих себя, вместо того, чтобы быть... Долбоебом. Долбоебом. Напомню, ладно, я это засчитаю, но напомню то, что нельзя использовать похожие, либо одинаковые ответы несколько раз подряд. То есть, Максим не может сказать пидорасом, а потом Илья за ним в следующем вопросе тоже это скажет. Но я это засчитываю, потому что такого еще не было. Правильный ответ, если интересно, второсортной версии кого-то другого. Правильный ответ. Вы зарабатываете один балл за смешной ответ. И поехали, вторая цитата для вас. Это получается четвертый вопрос. Четвертая цитата. Написал ее, точнее сказал, вот сейчас будет, наверное, нет, не будет, Марлин Дитрих. Я тоже не знаю, кто это, это какие-то ноунейми, дальше будут более-менее известны. Внимание. Так просто быть добрым, нужно только представить себя... Гомосексуалистом. Гомосексуалистом. Ладно, хорошо. Один балл за работой. За эту шутку уже сразу три на бане, вот это разрывное. Так. Правильным ответом, если кому-то вдруг интересно, был на месте... Представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить. Я сам не понял, что этот человек имел в виду. Но и не суть важна. Так, снова переходим к Максиму. Максим, ты готов? Да. Пятая цитата от человека, которого я хоть где-то слышал. Лао Цзы. Как бы это, кстати, странно не звучало. Умеющий управлять другими силен, но еще сильнее тот, кто... Убил кабана. Хорошо, убил кабана. Правильный ответ был умеющий владеть собой. Это было легко угадать, я надеялся то, что ты скажешь правильно. Хорошо, следующая цитата. Пабло Пикассо сказал данную фразу. Эй, Пабло образ. Компьютеры бесполезны. Они всего лишь могут давать нам... Эль Приво. А ну-ка, без смс-регистрация. Кого? Еще раз. А ну-ка, без смс-регистрация. Ну... Не смешно, извините. В данном не зарабатывайте бал. Правиль. Осуждаю, 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 осуждаю. Илья, Илья, прошу вас. Илюшеньки. 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 Для вас вопрос, точнее цитата. Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью... Ставит целью выбить себе Леончик в Brawl Stars. Никто не ставит целью изменить самого себя, но... В принципе, для вас тоже неплохо звучит. Так, ладно. Восьмая цитата. Жизнь не те дни, что прошли, а те... Те, что... Проебались. Нет, хуйня. Не зарабатываешь ты бал, ты даже не смешно. Где нахуй? Тут легко можно понять... Правильные ответы. Жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Как это? Кстати, сказал это, если вдруг интересно, Павленко Петр Андреевич. Я тоже не знаю, кто это. А предыдущую цитату Лев Толстой. Мы переходим к Максиму. Я получил один балл? Нет. А за предыдущий? За предыдущий получил. Так. Значит, теперь, Максим, вы готовы? Естественно. Итак. Девятая цитата. Человек должен мечтать, чтобы видеть... Что? О, повторение слышно. Ещё раз. Человек должен мечтать, чтобы видеть... Хорошее будущее. Хорошее будущее. Этот ответ был не смешным. Я так понимаю, вы хотели ответить правильно, но, увы, этот ответ является неправильным. Правильный ответ. Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни. Классный, давай, братан. Смысл жизни. Сказал это Вольтер. Вы не зарабатываете один балл, и мы переходим к Илье. Последний вопрос в данном раунде. Нет, Капера! Живу, живу. Вы готовы? Вы готовы? Да. Да, всё. Сказал эту фразу, кстати, как бы это странно ни звучало, Леонардо да Винчи. А прио. Ну ладно. Не оборачивается тот, кто... Тот, у кого в жопе дырка. То есть, вы хотите сказать то, что он сказал? Не оборачивается тот, кто у кого в жопе дырка. Я вас... Ладно, вы зарабатываете один балл за такое. Но... Правильный ответ был. Не оборачивается тот, кто устремлён к звёздам. Сказал Леонардо да Винчи. В чём прикол, я не понял. Я бы... Лично я бы ответил что-то в стиле. Не оборачивается тот, кто уже смотрит назад и так далее. Но неважно. Итак, раунд второй. Раунд, на котором... А, забыл объявить. Результаты первого раунда. Максим зарабатывает ровно 3 балла. А Илья зарабатывает ровно 4 балла. Пока что Илья в лидер. Не понял. Это только... Тихо. Это только первый раунд. Расизм. Итак, второй раунд у нас называется «Факты». Я вам называю начало факта. Вы должны закончить фразу. Так же, как и в цитатах. Напоминаю, за каждый правильный ответ в данном раунде вы получаете 4 балла. А за каждый смешной 2 балла. Итак, так как в прошлом раунде получается меньше всего набрал очков Максим, мы с него и начнём. Максим, вы готовы? Нет. Да. Итак, первый факт. Попрошу всех помолчать. Первый факт. Самая крупная жемчужная в мире достигает в весе... Наверное, килограмм 10. Увы, это было неправильно. Если кому-то интересно, достигает 6 килограммов в весе. Почти, почти, почти. И мы переходим снова к Илье. Если бы ты сказал каких-нибудь 7 либо 8, я бы ещё подумал, но 10 это уже слишком далеко. Так. Второй факт. Законодательство США до 1000... Это уже к Илье вопрос, если кому-то не понял. Законодательство США до 1913 года допускало отправку по почте... Чей? Я вас позволяю, это правильный ответ! И вы в нашей студии! Во втором раунде человек называет правильный ответ. Да, это действительно так. Законодательство США до 1913 года... Бедные дети! Допускало отправку по почте... Там, по-моему, посыльных, там, по-моему, посыльных, типа, пускали. Там, типа... Человек мог за 1 доллар купить марку на ребёнка и отправить его куда-нибудь, куда сам едет, и ему его доставить в целости и сохранности. Такое, на самом деле, будет. Я зарофлил, я зарофлил. Илья получает 4 балла за правильный ответ. И он снова-таки отвечает на следующий вопрос. Илья, прошу... Подожди, что погодит. У меня хомяк там висится, подожди. Всё. Продолжаем. Следующий вопрос снова к Илье. Среднее облако весит порядка... Порядка говна, которую я сейчас навалил вчера. Увы, это даже не логика, поэтому вы не зарабатываете балл. 2 балла, точнее. Правильный ответ. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Представляете себе? 500 тонн, одно среднего размера облака. Это просто ужас. Теперь мы снова переходим к Максиму. Максим, вы готовы? Да, да, да. Да, да. Итак, четвёртый вопрос, точнее факт. В Ирландии никогда не было... Снега. Снега. Увы, вы пытаетесь сказать правильно, но это не смешно и неправильно. Вы не зарабатываете опять балл. Правильный ответ... Бабушке понравилась такая шубка. Правильный ответ. В Ирландии никогда не было кротов. Вы себе такое можете представить? Кротов. То есть они... У них нету пидарасов, которые... Там меня не было. Надо сейчас только подсрать, что прям на подсрать. Ну и снова переходим к Илье. И на этот раз задаем ему следующий вопрос. Итак, внимание. Изначально отвертка была изобретена для... Выковыряние в жопе. Это было близко к правильному ответу, но, увы... Вискание спины? Не супер смешно. Нет. Она была использована для выковыряния гвоздей. И только через 100 лет появились шурупы. Вот так вот. Ну, брат, это было почти. Давай я засчитаю хотя бы 1 и 5. Давайте я засчитаю 1 и 2 балла. Да, согласен, согласен. Полностью согласен. Полностью поддерживаю. Максим, ты поддерживаешь, Максим? Да, наверное. Нет, ты мой враг. Нет, конечно. Но я засчитаю тебе 1 и 2 балла, но перейду сразу к Максиму. Спасибо. Максим, вы готовы? Я как Раша. Я вас понял. Сейчас будет очень важный факт, вы должны попытаться угадать. Это будет... Это очень известно будет. Ответ будет очень известен. Книга, которую чаще всего воруют в американских магазинах. Максим, я считаю, что можно дать ему 2 балла за такой ответ. Мне понравилось. Но... Теперь я стою. Но... Осуждаю. Осуждаю. Маучи. Правильный ответ... Биовым. Библию. В американских магазинах воруют чаще всего библию. Не знаю, как это происходит, по какой причине. Но это и не знаю. В американских... В американских магазинах продаются библии? Продается библия? Чего? Ладно. Вы не у меня спрашиваете. Снова... Теперь по мне! Она же не рушает право черных. Вы что? Он ответил смешно, поэтому он еще второй вопрос делает. Максим, вы готовы? Готов! Естественно, да, конечно, давайте. Все. Спасибо. Седьмой вопрос. Саудовская Аравия не содержит... Золото? Скорее всего. Увы, это неправильный ответ и, как вы понимаете, не смешной. Правильным ответом была река. Река. Саудовская Аравия не содержит рек. И нету речи. Спасибо. Итак, мы переходим к Илье. Илья, вы готовы? Внимание, вопрос. Ежедневно 60 человек становится... Не баловим. Не баловим. Хорошо. Я... Протестую. Я готов засчитать полтора паузы. Такое, что это было более-менее смешно. Правильный ответ. Нет, ежедневно 60 человек становятся миллионерами. Представляете себе? Так, вот... Представьте, что вы сегодня станете миллионером, и вы будете одним из тех 60 человек. У меня маска по 5 рублей есть. Ой. Так. Итак, получается, вы ответили правильно. Снова к вам вопрос. На Юпитере регулярно идут... На Юпитере? На Юпитере регулярно идут... Показывание шмиршариков. Сложно. Хорошо, 2 балла вы получаете. Двойку садись. Ну, на Юпитере регулярно идут алмазные дожди. Вот так. Питер, пацаны, пока всем. Представьте себе. Вот можно на Юпитере попасть и получить алмазные дожди. Илья у нас куда-то отправился. Пока он это делает, например, если можно перейти к Максиму, так как... Илья ответил на 2 вопроса, правильно? Я был... Максим, вы готовы? Я заметил. То есть, Максим, я же, если я сказал, ответил, какой я Максим, ага-га-га-га-га-га. Ну, тогда ты два раза ответил. Два раза ответил. Точно. А правило такого было? Да. Ладно. Мы два раунда уже почти закончили. Ты только сейчас это понял. А мне постарайся. Я понял. Максим, вы готовы? Последний вопрос на втором раунде. У вас есть шанс получить, получается, 4 балла. Итак, самая трудноизлечимая фобия... Курение, наверное. Фобия курения, бывает. Каждый день боюсь курения. Фобия это то, чего человек страшится, а вы, видимо, страшитесь курения. Хорошо. Это неправильный ответ и не смешной. Правильный ответ, самая трудноизлечимая фобия, это боязнь... В деревне все смеялись. Это боязнь страха. Представляете себе, больше всего люди боятся, боятся страха. Я сам понимаю, что это пиздец. Его, блять. И на этом второй раунд подходит к концу. Свидание. Какой еще есть третий раунд, дядя? В данном раунде результат такой. Максим. Максим. 5 баллов. Илья. Пятерка. 12,7 баллов. Это двоечник. Но у Максима еще есть шанс. Какая-то стимальная система, дурачочек. Еще не конец. У Максима есть еще шанс, если он будет сейчас жестко отвечать на все вопросы. Налай, Максим. Третий раунд. Максим. Третий раунд. Цитаты Жака Фреско. В студию. Легчайше вообще. В этом раунде будут как настоящие цитаты, так и мемные. Но в основном тут мемные цитаты. Тут где-то 3-4... Нет, даже 3-2 настоящих него цитатов. И так как в прошлом раунде опять-таки Максим набрал меньше всего баллов, мы начинаем с него. Максим, ты готов отвечать на вопрос? Нет. Ну, а меня это не волнует. Все. Начинаем. Ты охуел. Ты готов? Да. Итак. Блядь. Блядь. Первая цитата Жака Фреско. Мы либо научимся жить вместе, либо... Не будем ебаться в одной кровати. Хорошо. Я засчитываю это как про смешной ответ. Вы получите один балл. Правильно, как правильный. Да, как правильный. Блядь. Вы получите один балл. Это правильный ответ я смотрел. Можно меня не перебивать, пожалуйста? Я хочу вам рассказать правильный ответ. Итак, правильным ответом было... Мы либо научимся жить вместе, либо погибнем по-одиночке. Это была настоящая цитата Жака Фреско. Второй вопрос. Снова к Максиму. Максим. Кто взывается, тот... Путин убийца. Ты, блядь, серьезно? Ты мог сейчас два балла за... У тебя, понимаешь, если ты сейчас правильно ответил, у тебя были бы все шансы на победу. Но ты сказал какой-то блин, и я тебе не засчитываю. А можно я правильно скажу? Можно я правильно скажу? Это смешно. Это нельзя, это нельзя. Не смешно, неправильно. Правильный ответ, кто взывается, тот сам так называется. Называется, все, я сказал. Это Жака Фреско, это моя была. Неважно. Это в Жака Фреско. Вообще Женина. Я гугл заходил и гуглил. Все, ничего не знаю. Вы не зарабатывали. Нельзя гуглить. Действительно. Мы переходим к Илье. Илья, вы готовы? Так. Итак, цитата. Я уже был в пятерке, поэтому... Я купил там творожный сырок Дружба. Протестую. Предлагаю дать 0.5 баллов. Не боюсь. А ты мне не довол, Болу. Пятерочка, ты что, не понимаешь? Не вдупляешь пятерку? Пятерочка. Я уже был в пятерке, поэтому хочу в четверку. Была правильный ответ. Продолжаем с Ильей. Илья, вы готовы? Да. Если вы ничего не сделаете... А. Чтобы вы ничего не добьете. Неправильный ответ. Не смешно, не смешно. Я хотел сказать... Я таки понял. Правильный ответ. Если вы ничего не сделаете... Ничего и не произойдет. В принципе, логично. Максим, ты готов? Хорошо, скажи. Да. Нет. Итак, цитата. Самые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня. Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели? Я ответил. Спанчбук, квадратные штаны. Почему спанчбук, квадратные штаны, Максим? Почему? Потому что это путь к успеху. Вы уверены в своем? А еще тут у него есть друг. Вы уверены в своем ответе? Разрывная. Вы уверены в своем ответе? Хорошо, разрабатывайте. Он правильный. Правильным ответом было... Я ответил. Слышь, ты ебало-то завали. Это цитата Ильи Дэр. Это была настоящая цитата Ильи Дэр. Это цитата Ильи Дэр. Это цитата Илья Капрест. Итак, вход снова у Максима. Интересно. Да. Снова вход у Максима. Максим, вы готовы? Да. Очень тяжело быть честным в... В азартных играх с кошками... Бот. А почему? Не смешно. А почему? Смешно. А почему? Не смешно. А почему тяжело быть честным? Это не смешно. Это не смешно. Не перебивай меня. Ладно. Почему не смешно? Ладно. Не перебивай. Почему? Ладно. Почему тяжело быть честным? Ладно. Потому что они жирничают и тоже надо жирничать. Я забыл вопрос. Ладно, я засветаю это. Хорошо. Ладно, Максим ответил на два вопроса, поэтому мы переходим к Илье. Илья, вы готовы? Ко мне, ко мне, да. Итак, это, кстати, была, если кому-то интересно, настоящая цитата от Джека Фреско. Следующий вопрос. Ты правильный ответ не сказал. Цитата, ну, а, очень тяжело быть честным в денежной среде. Круто. Зачем, внимание, седьмая цитата. Зачем учиться и книжки читать, если... Если можно быть Ильей Нервис и здесь играть в компьютер. Я не засчитываю этот вопрос. Засчитывай! Не смешно, не смешно. Правильный ответ был. Жизнь. Если жизнь всему научит. Вот так. Было довольно просто и можно было смешно украсть это. Но вы решили оскорбить ведущего, поэтому минус 20 баллов. Ладно, шутка. Это шутка, но вы не зарабатываете баллы. Переходим снова к Максиму. Максим, вы готовы? Да, здравствуйте. И так. Восьмая цитата. Хуй пизда. И муравей. Восьмая цитата. Восьмая цитата. Если вы нации. Ну в смысле нацисты. То Женя микроволновка. Ну Женя микроволновка. Я бы тут два балла дал, но увы нет. Поэтому один балл. Два баллы. Сам сказал. Женя микроволновка. Шутка. Шутка автора. Плюс баллы. Правильный ответ был. Если вы нации. Идите вы нахуй. Последний вопрос в нашем телешоу достается Илье. Илья, вы готовы ответить на последний вопрос максимально правильно? Давай. 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 И так. Последняя. Последняя цитата. Она на руку раздрала. Блядь комяк. А я вытираю лоб. Ладно. Что? Последняя цитата. Послушайте пожалуйста внимательно и задумайтесь. Когда я дома дрочил. Я узнал что. Моя кошка беременная. Увы это неправильный ответ. Не смешно. Сейчас не смешно и простите пожалуйста. Правильный ответ был. А впрочем. Правильный ответ был. Математика. Хуйня. Когда я дома дрочил. Я узнал что. Математика. Хуйня. И так. Наше телешоу подошло к концу. И я готов огласить результаты после подсчета. Я подсчитал все ваши накопленные баллы. И готов огласить результаты. Вы готовы к этому? Да. И так. Илья. Математика. Вы очень классно сражались в первых двух раундах. Но в последнем. Как вы понимаете. Вы немного дали вниз. Поэтому. За все это время. Вы собрали. 13,2 балла. Поздравим Илью. Максим. Похлопал. В первых двух раундах. Вы вообще ничего из себя не представляли. Но в втором раунде. Вы дали газу. Набрали. Завоняло. Я готов за это дать еще 2 балла. Ладно. Шутка. За такое я уже не даю. Ладно. Но. Но. Как бы это прискорбно не звучало. Вы не сумели догнать Илью. 9,5 баллов. Поздравим Максима. Эрмаш. Спасибо. Дуро. И победителем нашего первого выпуска. Шоу. Блиц. Вопрос. Становится. Илья Борков. Тайлер. Дочка. И другие имена. Которых я не могу называть. Чтобы получить специальная информация. Илья. И так. Илья. Раскажи сейчас своих впечатлений от шоу. От первого выпуска. И. Ну. В общем-то. Соперник был. Неплохой. Так скажем. Забивной. Так скажем. Забивной? Ага. Я. Похоже. Оказался круче. И. Какой-то. Нет. 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 Я был тупее. Он. А. Нет. Я тогда правильно ответил. Да. Есть такое. А. Что еще могу сказать. А вот. Судья. Судья классный. Вопросы прикольные. Но про Жака Фреско было странно. Но было вот. Вот. Мне понравилось. Мне понравилось. Понял. Я записал кому сколько процентов подкрутки. Хорошо. Спасибо вам за участие. Ждем вас во втором туре. И. Так. Максим расскажешь о своих впечатлениях от данного шоу. Ну, в принципе, очень даже весело. Хорошо. Сдружился, наверное, с другим Ильей. Да. Как вам вопросы? Как в вашем... Вопросы просто пушка, малышка-безделушка. Я бы добавил еще... Добавил аниме-рафлюшечки. Понял. Учтем в следующий раз. Сильно ли вы расстроены от того, что вы проиграли? Да пофиг, у меня есть Чумба-умба. Хорошо, это очень прекрасно, что вы не расстроены. Потому что у меня для вас объявление. Если этот видеоролик набирает хотя бы 20 лайков, мы снимем еще и не только продолжение этого шоу, чтобы вышли все в финал, а еще снимем небольшой спецвыпуск для проигравших в прошлых шоу. И они будут уже несколько человек отвечать на вопросы. И будет мясо, заруба, кишки и кровь. Вы рады этому, Максим? Парш! Ставьте в описании на интересные и полезные ссылки. Пишите, кого вы хотите увидеть в следующих роликах. Может я кого-нибудь известного, либо из ваших друзей, либо вас самих приглашу на данное шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, удачи и пока!